Приветствую вас, любители вкусного и интересного. Рад видеть на обзоре наши пивные посиделки с дядей Димой. И сегодня делаем перерыв в изучении пшеничек, но третья часть в ближайшее время будет, материал для них собирается. Вот уже есть подборочка, осталось взять еще 2-3 экземпляра. И если у вас, друзья, особенно постоянные зрители, есть идеи, какие варианты еще немецкого классического пшеничного пива надо взять, пишите об этом в комментариях. А сегодня у нас портеры. Очень интересная стилистика. Когда-то одна из самых популярных была в Британии стилистик, потом эта стилистика практически умерла, и возрождаться она начала только в 70-х годах 20-го века. Когда всем обычные лагеры Хелли и прочее светлое пиво надоело, стал появляться снова интерес к более насыщенным, более мощным сортам пива. Часто у многих такой вот вопрос возникает, и как раз Дим вот спрашивал, говорит, есть стаут темный, есть портер, в чем у них разница? Я пытался в свое время разобраться в этом деле, но там тоже все очень-очень неоднозначно и непонятно. Изначально вот это вот темные эли в Британии варились, где много карамельного, жеваного солода, различных темных солодов. Это был вот классический изначальный портер. Пили его, так как он очень питательный, сытный, портовые грузчики портера, ну отсюда и пошло название. В дальнейшем появилась разновидность портера, это стаут. То есть изначально стаут это как бы разновидность портера. То есть любой стаут это портер, но не любой портер это стаут. Я вот так этот вопрос понимаю. И сейчас очень многие пивоварни вот этой вот четкой градации, когда заканчивается стаут, когда начинается портер, ее не существует. При этом стауты различные, они достаточно популярны, их много сейчас. Портеров, пойди сыщи, днем с огнем не найдешь. И вот мы в Тамбове месяц три, наверное, пытались собрать подборку для обзора, и это было очень-очень трудно. Вот шестая баночка буквально сегодня была куплена для этого обзора. И еще тоже момент такой, пока минутка такой познавательной информации вводная. Есть просто портеры. Сегодня у нас их два экземпляра. Это старовар из Коломна. Я ее не пробовал ни разу, но сейчас она вроде как начинает появляться много где. Вот у них английский портер, темный эль. Крепость 6,7 и 17 плотность. Хотя вот я насколько читал портеров для классических портеров, это слишком много. У них там от четырех до пяти с половиной крепость должна идти. Но так вот ребята на этой пивоварне, причем они с 2010 года пишут, а я их ни разу не встречал, решили, что у них такой будет портер. И второй, вот по характеристикам, по крайней мере, ближе в моем понимании, это лорд от Воронежской пивоварни Канцлер. У него 5,2% алкоголя, бутылочка с желописки 0,45 и стоил, кстати, сколько он? 99. Ну, сотка. А вот этот вот старовар стоил 156. 156, ну то есть как бы разница в цене большая. Это вот наши два первых претендента. По факту это темные эли, много карамельного жженого и прочего темного солда, классические портеры. На этом все. Вот сколько мы не искали, вот просто портеров с названием портеров, мы больше у нас с тобой не нашли. Периодически что-то крафтовое проскакивает, но там ценники 400-450 рублей, и обычно это что-нибудь там ореховый портер, там какой-нибудь малиновый портер, а нам хотелось все-таки больше по классике пройтись. Чуть больше представленных классических вариантов это балтийские портеры, которые гораздо более крепкие, они там от 7 до 9,5% алкоголя в них содержатся, и в балтийских портерах другая технология, то есть если портер классический это обычный темный эльф по классике, это верховое брожение и, соответственно, достаточно высокие температуры, то портер балтийский, традиционный для стран Балтий портер, он наоборот, бродит и вызревает на более низких температурах уже в сторону лагера, и вот классическим как бы портером не должен являться, но называется балтийский портер, здесь чуть получше представленность. Всем хорошо известный портер от Афанасия в будильной бутылке, ну, известный, я думаю, большинству пеболюбов нашей страны. Бутылка честная 0,5, куплена мной была за 115 рублей, но сейчас вот, это несколько месяцев назад, сейчас я посмотрел 130-145, средняя цена на нее. Второй балтийский портер, относительно часто представленный в масс-маркете, это Балтик 6, здесь уже бутылочка 0,45 и 7% алкоголя, и это тот самый легендарный, самый популярный вариант пива от Балтики, который вот эта вот энциклопедия 500 лучших вариантов пива со всего мира входил, и с моей точки зрения, ну, все эти годы это очень хороший добротный портер. Стоила эта бутылка 0,45, она, да? 0,45, то 9 рублей я ее брал. Ну, плюс-минус, как бы по цене, вот эти два представителя сопоставимы, с учетом разницы объема, ну, по крайней мере, в крупных таких сетевых, типа магнит, ашан, какая-нибудь лента, они встречаются, вот Афанасий периодически даже в КБ встречается. Это представители сегодня будут масс-маркетных балтийцев у нас. И третья сегодняшняя пара наших участников, это известный такой пивной блогер, обозреватель и эксперт, и очень интересный человек, Александр Джон, я думаю, пивные ребята все его должны знать, действительно большой специалист, интересные иногда его бывают послушать, и его контрактная пивоварня Айди Джонс, его портер называется Бастильский портер, заключенный в бутылку. Айди Джонс здесь 17 плотность, 7 алкоголя, бутылочка 0,45, сварена в Пензенской области. Юрлицо тут какое-то, я забыл, как называется, ну адрес, это пивзавод визит. И выйдет бороться, кто вкуснее, с этим представителем с Перми Черный снег, губахинское крафтовое пиво с 1993 года. Тоже очень старая пивоварня для крафта, но я, насколько понимание, изначально были не крафтом, потом стали крафтом. Это давно-давно, наверное, еще полгода назад, мне Станислав Николаевич с канала Коктейль ТВ присылал гостиниц, что-то уже было от губахинской пивоварни у нас на обзоре, и дождалась своего часа Черный снег, среднерусский балтийский портер из Пермского края. Станислав Николаевич, тебе пламенный привет. Сколько это дел стоило, я не знаю. Айди Джонса брал я за 210 рублей бутылочку 0,45 литра. Ну что ж, такая длинная предыстория закончилась. А вы пока, друзья мои, напишите, какие портеры, и балтийские портеры, и классические портеры, может быть, фруктовые портеры вы пробовали, и какие вам нравятся. Пары определены, сегодня они не будут сюрпризом, потому что как бы у нас есть крафт, есть масс-маркет, и есть такой около крафт. Ну и прежде чем приступить к дегустации, тоже такой важный момент. Дима, как человек, которого я обращаю на белую или черную сторону, приобщаю к интересному пиву, и вместе с ним на этих посиделках мы пытаемся разобраться с этим делом. Ему эта стилистика практически незнакома. Дим, ты что-нибудь из портеров вообще пробовал? Из портеров я как-то давно-давно пробовал Балтику. Насколько я помню, она оставила благоприятные впечатления, но не пробовал я уже лет 10, наверное. О, ну 10 лет назад, это как раз, когда она была прям вот самой-самой такой топовой, да? Видимо. А дважды в этом году дегустировал Лорд. Которая от транслера. Ах, где он? Вот-вот-вот, ага, вижу, 5,2, который алкоголя. Ну и как он тебе? А я думаю, что впечатления мне предлагаю поделиться в процессе дегустации. А, то есть спойлерить не будешь. Ну, я вот лично пробовал из этого Балтику пробовал, Афанасия пробовал, и всё. А вот этих четверых я не пробовал ни разу. У меня есть какое-то предчувствие, что эта тематика для меня покажется очень интересной. Да? Да. Ну, тогда нас впереди ждут ещё имперцы, которые мы с тобой давно тоже собираемся снять. И как бы считается, что, например, балтийские портеры, это промежуточное звено между обычными портерами и русскими имперскими стаутами. Вот, как бы, то есть мы так плавненько к этому будем переходить. Очень любопытно будет сравнить. Да, по температуре, по нашим ощущениям, если кто будет спрашивать, всё это дело хранилось в холодильнике за 2 часа до дегустации. Я достал температуру сейчас, я думаю, градусов в районе 15-16, не выше у данного пива. То есть оно не холодное, не тёплое, и, с моей точки зрения, оптимальная температура для дегустации вот таких вариантов пива. Вот теперь начинаем. Осень наступила, время крепкого пива. Два варианта на просвет. Я даже не знаю, здесь есть смысл сегодня брать белый лист. Мне кажется, это достаточно бессмысленная вещь будет. Насыщен, тёмно-тёмно-коричневые оба пива. Ну, мне кажется, они прям очень-очень сильно близки. Пенка кремовая, слегка такая бежево-коричневатая, типа кофейной пенки на стенках. Вот в этом экземпляре спадает мгновенно, а в левом экземпляре пытается остаться и закрепиться. Ну и прошло там с момента розлива минут 3-4-5. Такая 2-3 миллиметра пеночкой там и там держится. Ароматика. Ну, уже сложившаяся традиция. Левая рука, правая для вас. Ну и, друзья мои, вы видите, соответственно, все экземпляры, которые пробуем, где какой в руке. Для меня это загадкий сюрприз. Сладковато, хлебно. Такой вот хлеб, хорошо-хорошо поджаренный, но который не стал еще подгорать. Такие сильно поджаренные тосты. Немножко, может, таких ореховых еще тонов есть. Чуть-чуть прям где-то в отдалении кофе с шоколадком, но их мало. Здесь вот в основном хлебная, чуть-чуть ореховая. Вот мне почему-то кажется, ореховые какие-то тона есть. И потом вот горькая шоколадка. Не на первом тоне, а на втором она есть. Аромат вкусный, аппетитный, приятный. Вот мне по ароматике нравится. Как, Дим? Ну, изумительно, мне тоже нравится. Нравится? Да, вот это прям хлебушка. Супер. И вот он такой вот не подгорелый, да? Вот бывает подгорелое, а здесь он прям такой вот тост. Причем из светлого, то есть это не темный какой-то хлеб, а именно какой-то светлый хлеб, очень-очень сильно поджаренный. Вкусный аромат. Правая рука. Ну, здесь аромат намного более, как, менее интенсивный. Здесь прям яркий-яркий аромат. А здесь чуть хлебный. Ну, вот они чем-то похожи ароматы, но вот этот раза в 3-4 разбавленные, вот у меня по ощущениям. Да, согласен, менее интенсивный. И вот, знаешь, еще, как небольшая такая кислинка какая-то пробивается. Вот только хотел сказать, не то винность, что ли, какая-то небольшая. То есть вот она не дрожжевая, а именно такая вот легкая-легкая кислинка. Здесь более сладковатый аромат. Ну, и здесь он слабоват. Да, намного слабее. Ну что ж, давайте, как всегда, будьте здоровы, будьте счастливы, пейте вкусно пив и в хорошей компании. Насыщенно солдовая, но здесь прям вот такой вот солод хлебный, темный солод. Пробивают стона какой-то... Даже не пойму, вот как знаешь. Только какой-то вот... Как вот есть у детей такие кругленькие конфетки, ириски, миллер-меллер. МНДМС? Не-не-не-не. Вот они это, прощай, пломба, в тубусах типа ментоса продается. По-моему, миллер они, миллер-миллер называются. У них там какая-то такая начиночка есть. И вот очень на глотке похожа на такую ириску. Не какие вот наши советские кис-кис были в детстве, а? И потом прям такая легкая терпкость. Сладчинка. Уходящая. Даже, наверное, какая-то хмелевая, может быть, что ли, чуть-чуть горчинка. Она не горчинка, она терпкость. Ну, это хорошо. Это не то, что прям какой-то восторг, но это прям питка, это приятно. Достаточно сладко, что не является каким-то там особенностью или дефектом для таких сортов. Но не приторно. Ну, просто вот такая приятная, карамельная ирисочная, наверное, какая-то вот такая сладость. И потом еще так догоняет чуть-чуть, типа вот шоколадных каких ноток, но они прям слабые-слабые. Мне даже показалось, что догоняет как небольшие, вот как растворимого кофе. Ну, показалось? Блин, я растворимого кофе не пил уже несколько лет. Я кофе вообще не пил никакого уже лет 15. А я такой вот зерновой пью. Вот у меня почему-то ассоциация, знаешь, вот шоколадка такая, там 7, 75, 80, может даже процентов такая сильно горькая, вообще не молочная. И вот от нее такая горчинка вяжущаяся бывает. Вот такой шоколад очень люблю. И, кстати, да, похоже. Ну, это хорошо, это вкусно. Мне нравится. Я не знаю, это лорд или старовар. То есть я знаю, что в первом у нас заезде как бы вот такие около крафтовые вещи. Один же там 7 с чем-то крепость. Нет, 6,7. 6,7 и 5,2. Кстати, алкоголь хорошо скрыт. Здесь алкоголь вообще не ощущается. Нет, я не буду увлекаться, а то прям это хочется делать, 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 делать глоток. Освежатель рецепторов. Мы сегодня подготовим, то есть у нас орешки, кренгельки, сырочек, чтобы свежий рецептор всегда были. Ну вот стоит в бокале. Нет, не усиливается ничего, аромат сильный не раскрывается. Если не слабеет. Да он как бы изначально был слабенький. Ну, будьте здоровы. Нет, скучно. Это прям на фоне. Это вот даже вот, я не знаю, как вот портер, ну, я таких классических портеров мало пил. Мне здесь не нравится кислинка. Здесь нет выраженного вкуса. Это вот просто темное, насыщенно-темное такое пиво, в которое пришла кислинка на минималках хлебушек, и у которого нет выраженных каких-то вот еще акцентов. Здесь есть немножко хлебушка, есть какого-то такого вот поджаренного солда чуть-чуть, есть кислинка небольшая. И на этом все. И как бы здесь вот ощущается крепость. То есть вот здесь вот немного алкоголя я ощущаю. Может быть за счет вот этой вот кислинки кажется, что это алкоголь. Ну, вот это я не хочу допивать. Вот это мне прям понравилось. Вот это хорошо. Вот это мне поставлю четыре с половиной, а вот это мне поставлю два с половиной. И так как я ощутил алкоголь и крепость, я предположу тогда, наверное, что это лорд-канцлер, а это вот этот старовар. Ну, это я как бы предполагаю. А как на самом деле, ты сейчас расскажешь. Левый образец, это как раз таки старовар, а правый канцлер. Ну, вот ты пробовал канцлера, говоришь, несколько раз. Такой он был? Да, он был такой. Я очень рад, что знакомство с портерами я начал именно с него, потому что я вижу, что есть куда дальше расти. Ну, то есть тебе и это понравилось, да? Это был первый мой, но сейчас я теперь вот на фоне двух образцов понимаю, что это похоже просто на темное крепкое пиво. Ну, не... Причем вот смотри, что интересно. Здесь на полтора процента алкоголя больше, а он здесь не ощущается ни в аромате, ни на глотке. А здесь на глотке ощущается спиртуозность. Да-да. Это, знаешь, даже вот, да... Да как, я даже не знаю, как сравнить. Ты правильно сказал, это типа крепкое темное пиво. Если бы при этом вот здесь было бы каких-нибудь там семь с половиной процентов алкоголя, да, я бы еще как-то понял. Ну, 5,2 и не особенно скрыто. Да, и 100 рублей, и скучно, и вроде недорого. Можно допить. В теории можно, но прям удовольствия вообще никакого не получишь. То есть здесь нет какой-то такой мерзости, гадости, ужаса, кошмара, чего-то такого прям гадкого. Но это просто такое вот для меня невкусно. А вот это вот прям хорошо и вкусно. Это 156 рублей он стоил? Да, все верно. За честный 0,5? Четыре с половиной. Вполне. А цену, говорит, четыре с половиной. Я записал. А я так и поставил, да? Да, да, да. Еще не напились, а уже обсуждаем. Нет, прям вот это вот вкусно. Вот это вот я однозначно себе прям возьму, поставлю. И надо будет еще, кстати, другие их варианты. У них же там что-то есть, да? У них еще один вариант, но, к сожалению, я спешил и не... Ну, помню, спроси. Ну, как бы вот эта вот пивоварня, я думаю, они же не только вот этот вот портер, Ларин. Вкусно, классно, я доволен. Едем дальше. Следующий давай крафт. А потом уже два основных претендента, ради которых все затевалось. Балтика и Афанасия. И это будет в финале, друзья мои. Как такие вот. Сейчас идет разогрев, а битва будет в конце. Итак, второй забег. Цвет. В левой руке более темный, в правой медно-рыжий, уходящий в коричневизну. А здесь прям глубокий-глубокий коричневый такой вот цвет, чуть-чуть с медным отливом. То есть, вот это выглядит чуть более плотным, интенсивным по цвету. И здесь, кстати, вот в левой руке чуть больше пенки осталось. В правой руке от пенки только следы. Пробуем. Сначала аромат. Вот, я бы сказал, здесь пахнет серьезностью. То есть, аромат намекает на то, что пиво крепкое, мощное, но ярко ничего не вылезает. Здесь вот темный солод, карамельный солод, жженый солод. Потом немножко, наверное, каких-то шоколадных, что ли, тонов таких вот. Но аромат немного подразмытый, такой он неярко выраженный. Женочка, сладость, возможно, даже тона вот колд-шоколада. На этом, в принципе, все. Негатива нет, суперпозитива у меня вот от этого бокала нет. Ну, по сравнению с предыдущими, как-то менее мощный аромат. Вот женочка есть, а больше даже не знаю, что выделить можно. Не знаю, может быть, потому что я там хочу найти это. Вот я немного шоколадных тонов ощущаю, темную-темную шоколаду. А так? Где-то в конце. Да, 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 да. Вот сначала вот этот вот солод, карамельный солод, жженый солод. Причем вот хлебных, каковых тонов никаких нет. Знаешь еще что? Изюм, наверное. Это же у нас сейчас, получается, все болтийцы остались. В них характерны сухофрукты. Ну вот как таковых сухофруктов я здесь не чувствую. Но вот он стоит, стоит, стоит открытый. Изюм красный такой вот, красный-темно-синий изюм. Не обычный вот малаяр, а знаешь, что такие вот крупные-крупные бывают сладковатые изюм. Ни хорошо, ни плохо, пока по аромату вот не могу сказать. Правый. Более мягкий, что ли, какой-то аромат. Округлый, спокойный. Поджаренный хлеб. Здесь как раз есть сухофрукты, но типа инжир, курага, вот что-то такого плана. Сладковатые, такие прям вот сладкие сухофрукты. И потом небольшая, как винный тоже, что ли, нотка. Что мне из этих больше нравится? Ну, лично мне, наверное, вот левая рука больше понравится. А мне, пожалуй, наоборот, из-за сухофруктов правая. Правая? Она какая-то спокойная, такая уравновешенная. Именно. А может, ну не знаю, короче. Восторг не вызвал ни один бокал. Давайте с левого. Будьте здоровы, любители вкусного и интересного. Всех благ. Вкус интереснее. Намного интереснее, чем аромат. Яркая, поджаренная, хлебная, кусочек хлеба поджаренного. Какие-то терпкие, тонинные, винные нотки. Достаточно сладковато на глотке. Алкоголь, как таково, не ощущается. Но вот организму становится тепло. От глотка вот этого пива прям идет тепло-тепло-тепло. Во вкусе, наверное, какие-то небольшие, такие вот компотные ноты. То есть, если в аромате вот мне изюм немножко ощущался, то во вкусе такой концентрированный сладковатый компот с терпким послевкусием, уходящим немножко в шоколадку. Это хорошо, но вот как-то вот эмоции у меня от пива не вызывает. Мне кажется, что терпкость даже как-то в какую-то небольшую горчинку переходит. Не показалось? Ну вот я, да, горчинка. Мне она напоминает горький шоколад. Пожалуй, соглашусь. Прям такой горький-горький шоколад. 95-процентный. Ну, может, не 95-процентный, но 85-процентный может быть, вот в котором ни молочных, ни сливочных, никаких тонов нет. Абсолютно. Допить я эту бутылку бы допил, но второй раз купить большой вопрос. Ну, вот что надо отдать должное вот по ощущениям. Не знаю, может, потому что это уже третий экземпляр какой-то накопительный эффект имеет, но здесь вот прям от него тепло разливается по телу. При этом алкоголь не выпирает, а у нас все там уже крепче 7% остались варианты. Да, все больше 7%. То есть, в плане алкоголя спрятано очень хорошо, как бы вообще никаких вопросов, поэтому нет. Правый. За новое вкусное и необычное. Потому что сейчас явно два новых пил, которые я ни разу не пробовал. Ну, это заметно вкуснее. И тоже согревает. Ну, я говорю, то ли мы до этого были замерзшие, как у нас первые проскочили, то ли все-таки вот балтийцы, именно они более крепкие, и у них эффект вот этот вот согревающий всегда хорош, как такая породистая черта сорта. А те были вроде два просто портера. Здесь вкус более ровный. Сухофруктов во вкусе много. И если здесь вот мне казалось курага инжир, то здесь, наверное, чуть-чуть черносливовых тонов, чуть-чуть той же самой кураги, чуть-чуть темного изюма. То есть, более объемный, многогранный вкус. Но он более мягкий, более скругленный. Нет горчинки вообще. В послевкусе есть какие-то, ну, наверное, вот типа винных ноток, такой легкой-легкой кислиночки, как. Если вот здесь более тонинные тона, то здесь именно небольшая кислинка на контрасте со сладостью, она, в принципе, приятна. Мягко, округло, хорошо. Алкоголь не выпирает. Сладость умеренная. Вкус очень округлый. И, да, действительно, в послевкусе есть винные нотки. Сразу четко улавливается. Да, вот, то есть, мне не ошибся. Значит, если у двоих совпадают с не совсем сходными вкусами людей, значит, так оно и есть. И это вкуснее, и это лучшее. Как вот охарактеризовать это пиво? Зимним вечерами бутылочку такого выпить будет вкусно. Вот это однозначно для меня лично вкуснее, чем вот это. Ну, вот, да, здесь вот какие были ароматы остаются. Здесь все то же самое. Ну, как-то более ровно, более округло, более спокойно. Хотя и здесь вот вызывающих никаких тонов нет. Ты бы за этих двух какой выбрал? Однозначно правый образец. Я тоже. Вот этот я бы допил, но второй раз, даже несмотря на цену, я вряд ли куплю его. Поэтому 3,6. Вот этот вариант я допью. Возможно, когда-то под настроение я захочу выпить его еще раз. Без там каких-то таких восторгов, поисков. Но вот это заметно вкуснее. И это на 3,5 из 6. У меня будет так. Ну, баллы выставлены. Оглашаем. Кто есть кто? Левый образец это. Иди Джон. Вот этот? Да. Ну, соответственно, правый черный снег. Как у него там это? Он называется где-нибудь? Вторая. Вторая. Вот, да, вот это. Бастильский портер, заключенный в бутылку. 17 плотность, 7 алкоголя, 19 горечь. Отпечаток его здесь. Ну, не знаю, как по мне, как-то скучно. Не, может он таким и должен быть? Я тут вопросов не имею, но для меня скучно. И опять же, у нас с тобой мнение совпали, да? Да, совпали. То есть, а здесь 19 на 7,5, 17 на 7. Ну, близко, все очень близко. Горечь они не заявляют. Ну, пермяки молодцы. Мне здесь явно был вкуснее. Хотя, по свежести, кстати, давай посмотрим. 24 июля 24 года и до 21 марта 25 года срок годности. А вот этот сделанное 23 января 24 года, это сколько получается? 10 месяцев назад. А срок годности, не знаю, не написан. Но, как бы, то есть, это помоложе. Может, не знаю, может, его выдержать нужно еще было. Под конец срока, может, вкуснее будет. И это все, конечно, интереснее лорда. Но мы потом в конце еще перепробуем. Мне интересно, вот ощущение будет просто с обычным портером сравнить их. Как вот на контрасте будет все это выглядеть. Итак, финальная баталия, третья сегодняшняя часть. Это Афанасий и Балтика номер 6. Два достаточно легендарных российских пива из масс-маркета. У каждого есть свои противники, свои любители. И, друзья мои, вот пока перед началом дегустации напишите. Вот Балтика 6 либо Афанасий. Что вам больше нравится? Что вы вот считаете более классным, крутым балтийским портером из масс-маркета? Здесь пенка более густая, более однородная. Но вот на стенках бокалы, на всем... А, ну, может быть, ты сюда... Ты вот это вторым наливал? Первым. Первым? А, но все равно пенка чуть побольше, более кремовая. Здесь пенка пожиже. Цвет. Левая рука более плотная, более насыщенная, коричневая, рыжая. Левый чуть-чуть вот такие намеки на небольшую прозрачность есть. Это вот левая рука более темная и более красивая пенка. Ароматика. Сухофрукты, насыщенные сухофрукты. Причем выделить что-то такое одно из сухофруктов невозможно. Просто вот много разных сухофруктов. Потом горький шоколад. Поджаренный, уходящий такую в подгорелую корочку хлебную. И в завершении, наверное, кофеек. Ну, то есть вот здесь намешано, перемешано очень много ароматов. Когда начинаешь вдыхать, сначала идет такая сладость сухофруктовая. И она переходит в шоколадно-кофейный с насыщенной горчинкой. Ну, такой не вызывающей прям горечью-горечью, а именно приятной горчинкой. Тона аромата. Перетекающая. Плавно, ровно, хорошо. Это вкусно, это прям вот годно, это хорошо. Ну, аромат сложный, но приятный. Сложный, но приятный. Пожалуй, наверное, вот из всех самый сложный здесь вот аромат на данный момент. Хорошая характеристика, сложная. А что вот у тебя все равно здесь вот на первый нос, что вот основное у тебя выделяет, что можешь выделять? Ну, как ты сказал, сухофрукты. Еще плюс, я не знаю почему, мне где-то мельком показался орех. Ну, может быть, почему. То есть мы все разные люди, рецепторы у нас по-разному работают. Вот я в первом портере, по-моему, да, вот от Стародивари, как он там, Старовер? Старовар. Старовар. Вот. Мне там, по-моему, орех оказался, насколько я помню. По-моему, в нем, да? Ты там не ощущал. Здесь видишь наоборот. Тебе орех показался, я его не почувствовал. И такая вот сладость, переходящая в терпкость. Еще в аромате, вот я бы хотел сказать, наверное. Правый экземпляр. И вот, кстати, вот сейчас постояло, чуть-чуть спиртуозные нотки стали вылазить. Согласен. Вот когда только разлил, первые вдыхали ароматы, их не было. А вот сейчас по чуть-чуть, по чуть-чуть спиртуозные нотки выходят. Так, правый экземпляр более спокойный, более ровный. Сладко-сухофруктовый. Хлебушек. Причем вот, если здесь подгорелый хлеб, то здесь хлеб сильно поджаренный. То есть, не доведенный до такой вот подгорелости. Немножко кофейка. И чуть-чуть, наверное, шоколадных тоже, каких-то в послевкусии. Не в послевкусии, а как вот сказать, бывает в послевкусии, после нюх не бывает. Ну вот, то есть на, как там, дегустаторы профессионально говорят, на второй, на третий нос, типа того, потом пробивается. И здесь спиртуозность я вот, по крайней мере, не ощущаю. Ну что, какой аромат выбираешь? По аромату все-таки, наверное, правый экземпляр. А я левый выбрал экземпляр. Мне левый больше нравится, именно ароматикой. Вот, несмотря на наличие легких-легких таких спиртуозных тонов. Ну что ж, быть добро. Ну, я думаю, это Фанаси. Очень характерный для него вкус. Очень насыщенно, сладко-терпкий, уходящий в горький шоколад, яркую жженку. А вот именно не подгорелось, а такой вот подожженный, чуть-чуть хлебные нотки, подожженное зерно. Но, вот, бывает, у нас как идет темный солод, карамельный солод, жженый солод. То есть, вот именно жженого солода, такого прям насыщенный вкус. При этом достаточно сладко, и уходит все это дело. Потом вот эта вот сладость уходит в кофейные, в шоколадные немножко тона. Это прям согревающее, тепло, хорошо, мощно. И это хорошо и вкусно, мне прям вот нравится. Есть еще, мне кажется, присутствует такой обволакивающий эффект все-таки. Мягкость. Мягкость. Да, да. И вот смотри, до сих пор, пожалуй, наверное, самое долгое, вот легкое-легкое, как на кофе, пеночка держится. Да. В бокале, веришь? Да, да, да. И вот она какой-то вот такой шелковистость, что ли, придает. Ну, я думаю, с вероятностью 99% я не ошибся. Это Фанаси, каким я его помню, каким... Ну, последний раз я его весной пил, как бы летом портера пить балтийский такой себе. Это вкусно, хорошо, классно. Вот такой балтийский портер, в моем понимании, есть балтийский портер. Освежаем рецептора. Друзья мои, а вот с портерами, что любите, какие закуски? Мне вот очень нравится с сырком каким-нибудь. Вот с сыром очень хорошо, очень вкусно. Либо под какое-нибудь кровавое мясо, типа вот розбифа. Отлично заходит. Сырок маленьким кубиком порезал, книжечку открыл, сидишь попиваешь, что есть вечерок, и маленькие кусочки сыра. Красота. А что любите вы? Ну, пишите комментарии. Не ленитесь. Интересно, на самом деле, это не только мне. Другие зрители заходят, я вижу много обсуждений интересных, классных, необычных. Что-то для себя новое открываю, что-то, думаю, другим зрителям становится интересно. Так что, за любознательных зрителей и тех, кто не боится писать комментарии. Кто с нами сидит, выпивает, давайте с вами чокнемся. Чин-чин. Быть добро. Это балтика. Она менее выраженная по вкусу, более спокойная. При этом здесь больше тонов горького шоколада и кофе, чем в Афанасии. Ну, я практически уверен, наверняка. И здесь, на самом деле, баланс лучше вот здесь. Оно более однородное, более спокойное, на гладке. Более, вот, ну, как же это сказать? Более ровное, то есть, здесь нет перетекания резкого вкуса. То есть, если здесь во вкусе идет жженка, потом идет сладость, потом в послевкусе остается такая горькая шоколадка. То здесь вкус, вот, наверное, не более ровный, более сбалансированный, более такой вот ровный, что ли. Как его сказать, даже не знаю. Он более спокойный, более нейтральный, меньше выражен, не такой яркий по вкусу. Но это тоже хорошо, это тоже вкусно. Как у тебя, как у приобщающегося, и как Балтику, однажды пробовавшую, вспомнишь, десятилетнюю? К сожалению, по вкусу я ее не вспомнил, это было уже слишком давно. Хотя ты знаешь. Конечно. По вкусу я скажу, тут сделать выбор для меня немного сложновато, в плане того, что в левом образце меня подкупает, конечно, вот этот обволакивающий эффект, его мягкость. Для меня это важно. Ну, оно сначала идет более резкий, вызывающий такой напористый вкус, а потом сглаживается, как будто пенкой какой-то тебе в рот такой, знаешь, десертиком закинули. Именно. Суфле какой-нибудь. Да, 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 вот такой вот очень-очень мягкая. А правый образец, да, он ровненький. То есть, как он с первого гладка идет, и с послевкусия, и все как-то ровно. Ну, вот из этих двух экземпляров, предположу, что это Фанасий, что это Балтика, вот этому экземпляру я поставлю четыре с половиной, вот этому четыре. То есть, и тот, и тот я куплю, выпью, и мне будет вкусно, и мне будет хорошо. И это классное пиво за свои деньги. Но оно достаточно разное. Согласен, что оно разное. Что ароматом, что вкусом, и каждый по-своему хорошо. Ты бы какой из этих двух выбрал? Я бы выбрал оба. Вот. Ну, значит... Оно просто каждое по-своему интересно. На подведение итогов мы сейчас попробуем их все сравнить. Но меня, на самом деле, крафтовые варианты пива здесь огорчили некоторым образом. Но об этом мы сейчас поговорим на подведение итогов. Давай, скажи, я угадал? Да, все верно. Левый это Фанасия, правый баланский. Ну, здесь очень хорошо читаемый по профилю. Вот я, как бы, до сих пор считаю, что портер от Афанасия, это вообще, по крайней мере, среди тех российских портеров, даже крафтовых, но я их немного, но пробовал. И это, вот, по соотношению цена-вкус-качество и все, как бы номер один без вариантов. И я его лет 15, наверное, уже, ну, 10 лет точно, как бы, с ним знаком. И плюс-минус он всегда вот на одном уровне остается. Вот за это надо отдать должное Афанасию. У них много гадкого, невкусного, не самого хорошего пива, но портер, прям, мое почтение. Есть еще другие хорошие сорта. Есть мерзопакостный богомерзкий ниппель, вот, и-то ужасная Ипа, посредственные Жигули и много еще чего, но портер, да, хоро. А с учетом цены, прям, да, 4,5 и вот здесь 4 балтики. За 110 рублей прекрасное пиво. Прекрасное, хорошее, ровное, спокойное, классное, вкусное. Вообще просто вот, даже не знаю, что добавить. У Афанасии есть еще один плюс. Из всех наших шести образцов он чаще всего встречается, его легче приобрести. Ну, у нас в Тамбове, пожалуй, да. Он, кстати, бывает и вот всякие там какие-то кружка, еще какой-то. В том же КБ. А, в КБ он есть, да? Есть, есть. Я свой экземплятам брал. Не был. Вот. Я этот брал экземпляр в Ашане. То есть, в Ашане, в магните большом он бывает. Ну, то есть, он сейчас встречается. А Балтика-шестерка я видел в Тамбове только магнит гипер, как он там? Экстра. Экстра он сейчас называется. Ну, короче, самый большой магнит. И в Ашане больше я как бы вот в небольших магазинах не видел. Не знаю, почему они не поставляют. Мне кажется, вот это пиво по такой цене, там, 110 рублей, 105 рублей, ну, покупали бы. Оно крепкое, вкусное, хорошее. Так, ну что ж, друзья мои, время подводить итоги. Сегодня хотя образцов немного, но пиво достаточно интересное. И разговоры зашли достаточно далеко. И уже здесь за кадром мы с Димой обсуждали. Что у нас получается? В принципе, баллы изменить никому желание не возникло. Последнее место без вариантов, ну, в данном обзоре, это Лорд Портер Премиум Бео. Премиальное пиво. Ну, скучное, унылое. Как просто темное пиво, слегка крепковатое. Бокал что-то не хватило уже на него. Его допить можно, но, опять же, покупать его за 100 рублей, искать... Вот ты, говоришь, два раза пил, да? Ты его сейчас третий раз пьешь. Четвертый раз ты его возьмешь. На фоне остальных образцов нет, не возникает желания. А если вот просто вот, ну, увидел, стоит за 100 рублей бутылка 0,45 литра. Темное, крепковатое пиво. Спиртик слегка выходит. Вот если рядом будет какой-нибудь из этих образцов, ну, соответственно, примерно плюс-минус ценовой категории, то я выберу другой. Вот сотка, к примеру, да? Ну, там 110 рублей. Да, выберу, например, Балтику. Ну, я, наверное, ни при каких обстоятельствах его... Если я захочу темного пива, я просто чем-нибудь темный лагерь возьму. Мне не понравилось. Главное разочарование для меня сегодня... Александр и Джон. Я ждал большего. И это неплохое пиво. Сказать, что оно какое-то там косячное, дефектное. Или еще что-то. У меня язык не повернется. Это хорошее пиво. Но я понимаю, что оно стоит 210, по-моему, или 215 рублей за бутылку 0,45 литра. Его, конечно, оно будет допито. Куплено за эти деньги. Но второй раз купить я для себя обоснований, так скажем, найти не могу. Зачем я его буду покупать, если есть вот много более интересных вариантов. Может быть, это канонически, классически, как вот он же сторонник классики, вот чтобы вот как положено все. То есть, он все критерии, все знает. Но для меня это скучно и слишком дорого за такое пиво. Ну, из оставшихся образцов, кажется, он все-таки слабее. И тоже за такую стоимость покупать его я смысла не вижу. Стоил бы он рублей 120? И? Ну, тогда уже, мне кажется, бы это несколько менялась ситуация. Может быть, оценка моя бы не поменялась там, она бы осталась там 3-3.25. То есть, я бы по вкусу, по всему выше балл не поставил. Но периодически я бы его за 100-120, там, 130 рублей, я бы его иногда мог брать. Когда вот хорошего, темного, крепкого, спокойного пива мне бы хотелось. В нем же ничего неприятного нет. В нем нет такого чего-то, что, ой, мне это не нравится. Оно хорошее, ровное, спокойное, скучное. В нем нет чего-то ярко выраженного. Оно скучное. Ну, я пока в этой тематике новичок. А я в этой тематике не силен, у меня вот два было. Одно время у меня постоянно стоял в холодильнике под настроение портрет Афанасия. Причем я мог купить там 3-4 бутылки, ставил их в холодильник. И бывало, что они у меня стояли там 2-3-4 месяца за срок годности выходили, им пофигу. Балтику, когда я встречал, я ее тоже одну-две бутылочки в холодильник всегда кидаю. Иногда под настроение зимой, под книжку, под хорошее кино она имеет место быть. Но при наличии вот этих вариантов, я не знаю, друзья мои. Кто пробовал вот этот вот бастильский портр, кто не любит, кстати, резкие вкусы, мощные вкусы, он вполне себе может понравиться. То есть он хороший. Но на фоне других, в моем понимании, он проигрывает. Его переиграл кто у нас? Черный снег, губахинская пивоварня, среднерусский балтийский портр. Они здесь что-то пишут. Черный уральский снег и белая балтийская ночь. Нежное коварство портора и изящная простота русской кухни. А кухня тут при чем? Не знаю. Ну, он интересней. Вопрос цены. Но опять же, он интересней, например, и Джона, да? Подождите. Послушай, аромат. Ну, он поинтересней, что поярче, да? Да. А вкус? А вкус спокойней стал, спокойней. И вот сравни еще раз его с Джоном. То есть у нас сейчас уже где-то до 21 градуса нагрелось. Все-таки с них по праву выше находится. Он поинтересней, побогаче все-таки вкус, да? Верно. Неплохо. И то, и то. Вопрос цены губахинской. Три с половиной, по-моему, балл, да, я им поставил. Вопрос цены. Если, условно говоря, бутылочка 0,33 стоит 200 рублей, да ну нафиг. Если она стоит там рублей 120-130, пусть даже за 0,33. Вообще, я вот такие сорта, как портеры, считаю, 0,33 это отличный формат. То хорошо, до 150 рублей, это хорошо. Да, сейчас мне кто-нибудь напишет, 150 рублей это нормально, а 0,45 за 210 это дорого. Но, как-то так. Дальше. Балтика. Перепробуем. Поставил я ей 4 из 6. То есть, это отличное пиво за свои деньги, которое при наличии в магазине можно смело покупать. То есть, это вот такой вот критерий. И как бы иметь в холодильнике одну-две бутылки такого пива, это будет хорошо. Да не, у меня никаких изменений нет. Это очень ровно, очень в балансе, очень хорошо для такого темного, крепкого пива, балтийского портера. И это вкусно, вообще никаких вопросов у меня нет. То есть, там четко. Почему в обычных пятерочках магнитов не продается, я не понимаю. Мне кажется, ее бы покупали. Но она заслуженного выше стоит остальных претендентов, которые после нее. Не, ну то есть, вот даже при одинаковой цене вот этого, вот этого и вот этого, я бы Балтику однозначно выбрал. Да, конечно. То есть, ну, у нее вкус прям такой ровненький, хороший, спокойный, теплый, уютный. Так, а вот сейчас вот перепробовать будем. Четыре с половиной я поставил новый для меня пиловарни Старовар English Porter. То есть, это не балтий. То есть, один не балтий на последнем месте, а один не балтий по факту на первом месте. Ну, в принципе, все то же самое, что было. Да нет, хорошо, это вкусно. Это вкусно. Это не балтийский портер. Это такое мягкое, обволакивающее, очень приятное пиво. У него крепость, кстати, тоже там большая же, 6,7. Да. Оно вкусное. Да, это, пожалуй, один из самых вкусных образцов на сегодня. Вот, многие не любят такой критерий, как питкое. Что такое питкое? Ну, вот оно питкое, вот это пиво. То есть, его хочется сделать глоток с глотком, прям вот так вот, неспешно, спокойно. То есть, в нем нет таких выраженных тонов, как вот в Балтике и в Афанасии. Но оно вкусное. Именно это хотел сказать. Вот его хочется сделать, еще глоток и еще глоток. Коломенская пивоварня. В Коломне я был, даже не знал, что там пивоварня такая есть. С 93-го года. Нет, какого, с 2010-го года. Перепробовать надо от них еще другие сорта. Ну и Афанасий. Российская классика. Я вот, знаешь, что думаю? Многим не понравится, что в нем, все-таки, особенно когда он сильно нагревается, спиртуозность начинает появляться и вылезать. Да. В гости немножко пошло. То есть, Балт, но опять же, он 8 крепость, Балтик 7. Нагретый до одной температуры. Сейчас у нас где-то до 20 градусов прогрелось все это дело. В Балтике до сих пор спиртуозность не ощущается. В нем ощущается. Но в нем более интересный, более богатый вкус. Вот с моей точки зрения. И, соответственно, тоже заслуженные 4,5. Вот эти три варианта однозначно смело брать. Снег попробовать можно. К сожалению, никаких не будет. И, Джон, если не смотрите на цену, то попробовать однозначно стоит. Ну и на самом деле, там, за 210 рублей, может, ваше мнение очень сильно с нашими не совпадет. Пиво нормальное. Это пиво, там, без каких-то косяков, дефектов, какого-то негатива. Но на фоне вот других экземпляров, оно не произвело такого впечатления. Если кто-то любит крепкое и спокойное пиво, чтобы не было ярких вкусов, то вот. А вот это вот я не знаю. Я не нашел причины, зачем купить и когда можно, даже за 100 рублей, вот, воронежских наших соседей. У тебя как по итогам? По итогам могу сказать следующее. Меня ощущениями подвели. Тематика мне это очень понравилась, стилистика. Только где нам с тобой еще портеров найти? Поэтому следующее будет из скрипышей у нас имперцы. Наверняка это тоже будет очень интересно. Друзья мои, вот такие вот экземпляры у нас уже куплены. Сколько там, по-моему, 5 экземпляров. Плюс у тебя есть... Тот же канцлер. Канцлер. Ну, посмотрим, вдруг он в имперцах что-то поинтереснее. Нам нужно еще найти коник с имперца. И, может быть, кто-то что-то посоветует еще из имперцев поискать. Ладно, я перегнул тебя опять. Все-таки фаворитом в данной серии для меня является старовар. Он мне понравился больше всего. Просто который портер, да? Он мягенький. Он питкий. Вот, может быть, этим он меня и подкупил. А тут обволакивающий эффект. Пожалуй, вот эта мягкость все-таки, наверное, перевысила. А тут баланс и цена. Ну, по факту, я думаю, у нас сейчас с тобой вот эти вот три будут допиты однозначно. Вот этот уже вылет в огород. Здесь подумаем. Да, да, да. Как-то так. Лайки, дизлайки, комментарии, ракеты и прочая прелесть различных соцсетей. Приветствуются, так же, как и комментарии. До скорых новых встреч. Пока-пока. Мы идем пить вкусное пиво. Чего я вам желаю? Собирайтесь с друзьями. Возьмите, вот не надо брать там ящик Жигулевского. Вот возьмите там 3-4 образца разного пива. Соберитесь с компанией. 4-5 там человек втроем, там вдвоем, вот как мы с Димой собираемся. Попробуйте разное. Это на самом деле интересно. Вот что-то ты пробуешь. Вот я больше чем уверен, если бы одно вот это мы попробовали, мы бы сказали, что это хорошее, вкусное, классное пиво. Думаю, скорее всего. То есть вопросов никаких нет. И это хорошее, классное пиво. Хорошее, классное пиво. И эти все хорошее, классное пиво. Когда ты сравниваешь в лоб, ты уже можешь понимать, а в следующий раз мы соберемся, вот это мы возьмем, и это дорого. Это мы не знаем вообще, только в Перми продается. А вот, а кстати, Таркс, наш любимый, уважаемый, почтенный портеры, а у них только фруктовый портер, да? Я не встречал. Я пробовал Black какой-то там чего-то, бери, фруктовый у них портер, и все. Я сегодня пытался его найти, но в том месте, где я смотрел, его не было. Ну, может, не варят. Всем добра, до скорых новых встреч. Допил тебя, кстати, не Афанасий, а Старовар. Вот так, друзья мои. Пока-пока.